Девушки отдыхают И сейчас наши бравые ребята идут на свою главную цель Это захват Камуладуна И собственно говоря именно с Камуладуном мы начнем нашу новую часть нашей кампании Захват Туманного Альбиона И таким образом если у нас все получится Мы себе буквально таки обеспечим надежные тылы На которые навряд ли кто-то даже будет покушаться в случае чего Но перед этим давайте знаете в стиле в предыдущих сериях Посмотрим что у нас тут было пока я играл вне записи Ну во-первых я все-таки начал укреплять экономику Все-таки многие-многие батхертили по этому поводу Типа ты а мы ж не умеешь ты с экономикой работать То есть я еще раз говорю Я не умею во время военного времени развивать экономику Потому что блин ну для меня важнее я думаю как и для многих Ушатать бабло именно в армии Чем в какие-то мирные постройки Ведь если я ушатаю деньги в мирные постройки Это не спасет меня от орд противника Правильно ведь или неправильно? Поэтому нужнее вбухивать все бабло во время войны Именно в новые стыки И отбивать нафиг атаки противника И захватывать новое поселение По-другому я играть не хочу И даже не умею и не хочу Вот А только лишь когда наступает мир Вот уже более-менее так с экономикой можно и поработать Во время войны это исключено По крайней мере я не такой Юлий Цезарь Чтобы еще об этом как-то беспокоиться Знаете вообще я люблю понаклепать пол на стыки И идти валить ими уже армиями То есть многие может быть я согласен Многие например наверное умеют там не полными стэками Да там ну полу стэками да Или там буквально таки там геройствовать парой отрядов И разбивать там превосходящие силы противника Я так тоже делать не хочу Потому что я хочу быть в полной уверенности Что я противника разобью Поэтому я никогда если сталкиваюсь с превосходящими силами противника Если я вижу что у меня сил меньше чем у противника Я никогда не буду рисковать Может быть из-за этого у меня так случается Но по крайней мере Я вижу что я набираю полный стэк Ввиду их в бой я на 100% уверен что я выиграю Либо так либо никак Вот для меня так Я привык играть так Ладно собственно говоря давайте посмотрим что у нас здесь на данный момент Итак все наши родные и захваченные уже земли да Все у нас спокойно Бои, государство боев уже оно укрепилось в своих границах Как мы видим А никаких восстаний у нас нету Народ доволен Руги да которые восстали были жестоко подавлены нами в пократчайшие сроки И сейчас собственно говоря в свебе В Герцинии да В Верхней Германии Просто благодатное время Народ доволен Также по культурному влиянию мы везде Да уже наше влияние расползлось так сказать Короче говоря тише да гладь да божья благодать А почему бы собственно говоря Под это время пока в наших землях тихо спокойно Не напасть не захватить Британию Не находите ли друзья Но перед этим А еще такой момент Когда мы воевали с гутунами мы освободили эстов И таким макаром Они теперь начали развиваться да Сами по себе К сожалению опять же да я не учел ошибки скифов К сожалению они были очень своенравны эти эсты И заключили оборонительный союз со скифами Вот в чем дело Но я вообще то с ними хотел поддерживать Также военный союз по умолчанию Но они начали воевать с даками А даки у нас получают Оборонительные союзники с адрисами А с даками и адрисами мне портить отношения Хотелось еще меньше чем с эстами Поэтому мне пришлось разорвать оборонительный Точнее военный союз с эстами И получается я в таком нейтралитете находился Под это дело Эсты начали усиленно бомбить области даков И им даки были вынуждены с адрисами Основать новую конфедерацию Даков ракийскую конфедерацию Короче говоря отношения у меня и с теми и с другими Стали не очень хорошими У нас сейчас с эстами из даков ракийской конфедерации Красненькие рожицы Поэтому конечно за границами надо смотреть Но я думаю что ничего особо опасного не будет Потому что они сейчас будут увлеченно убивать друг друга А если что у нас в Лупфурде на границе есть армии И в Аскаукалисе есть армия Плюс в случае чего мы можем в Герцине По-быстренькому создать стеки Вот поэтому Еще плюс в Тулефурде армия новая Можно в случае чего по-быстренькому Также наклепать войск Поэтому я решил что Пока наши противники друг с другом воюют Самое время захватывать новые земли Скажем так И собственно говоря выбор пал на и ценов Сейчас на следующем ходу уже наши доплывут А пока посмотрим что у нас тут будет твориться И так Естественной смертью помер наш полководец Акурио Но с кем не бывает Так Кого бы нам нанять Так Прощие вожди Пленники захвачены в бою Просто заход Так давайте наверное О еще Айда Одна Как это сказать Не однофамилец Одноименец Забыл как это слово называется Ладно Давайте в качестве Чтоб у нас была Маритекс Или старейшину вызвать Давайте старейшину За него платить не надо Так Левады построились в Лупфурде Отлично То есть мы уже начали коневодством заниматься У нас уже сильные Сильная кавалерия поперла И кстати внимание Нашим Союзникам Нервийцам Объявил войну Объявил войну Рим А Нервийцы уже Так же Довольно таки Далеко прошли на юг И как мы видим Так Они тут граничат с Генуи Да Ух Они уже и Массалию Под собой подняли Смотрите То есть фактически Все тут Вся Галлия Она фактически Сейчас под Нервийцами Находится А Арверны Арвернам пришлось Идти Южнее В Испанию Но тут проблема в том Что их сейчас Ожидают лузитаны Поэтому у них тут Не все так И хорошо Ну что Посмотрим конечно Будем следить за развитием Событий Что тут у наших соседей Творится Пожелаем Нервийцам удачи В войне против Рима А Со своей же стороны Сейчас Пожелаем удачи Нашим Когда они Будут атаковать Иценщиков Собственно Это уже будет Весьма и весьма Скоро Еще Пару ходов Да Наши уже Ступили на земли Пора бы уже Ну как мы видим Не особо И много армий Здесь Хотя может быть Иценские армии Куда-нибудь Пошли К примеру Патрулирование Своих рубежей А тут Внезапно Высадились Бои И пойдут Сейчас На Камуладу Ну что же Я думаю И ценам Это будет урок Расплатиться Они за Свою Беспечность Невнимательность Так В Лупфурде Да Где у нас Теперь Завод Коней Да Вот тут У нас Теперь Коняшки Ну и Собственно Говоря Так Будем Также Дальше Развивать До Тяжелых Всадников С баблом У нас Вообще Проблем Нет 13 590 564 Да Сейчас У нас 1798 Прибыль Но это Зима Зимой Всегда Прибыль Не особо Так что В принципе Это Неудивительно Так Также Насчет Построй Которые Дает Плюсы К общественному Порядку Да Сейчас Вот у нас Конюшни На очередной Минус Дадут Но Это Меньше Изол Так Как мы Видим У нас Сейчас Постройки Второго Левела И они Уже Дают Существенный Минус Как в Пищу Так И В Общественный Порядок Поэтому Пока Что Даже Если Будем Вводить Постройки Третьего Левела То Сначала Нам Вообще Надо Сухую Кладку Изучить А Вот Валабу Пока Что Подождем Не будем Пока Ничего Строить Потому Что У нас Здесь Случай Чего И Армии То Нету Так Поэтому Вообще Лучше Сейчас Сохраничиться Постройками В основном Третьего Уровня Да А Лучше Желательно Второго Не Ну Третьего Тоже Можно Вводить Но Постепенно Скажем Так Итак Как я уже Сказал С соседями У нас Отношения Довольно Таки Напряженные Да Но Тем Не 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 Враждебные Да Напряженные Но Не Враждебные Тем Более Я думаю Что Эст Они Отлично Понимают Что В случае Чего Мы Дадим Им Отличный Такой Нехилый Отпор Поэтому Они На Нас Не Лезут Я Думаю Что Они Этого Будут Придерживаться И Впредь Так Давайте Посмотрим Что У Нас Насчет Политики Да Так У Нас Политическая Поддержка То Есть У Нас Вас Все Уважают Но Не Все Слушаются Общественный Порядок Плюс Два Во Всех Провинциях Скорость Исследования Плюс Два Налоговая Ставка Плюс Один И Боевой Дух Всех Наземных Отрядов Плюс Частотап Политических Происшествий Плюс Три Это Как я понял Новый Элемент Переработанной Политики Но Я Пока Что Не Очень Понял Ну Наверное Это Все таки Плохо Да Уровень Империя Три По идее Он должен Быть Ниже Как Я Понял Да То есть Там Желательно Чтоб Уровень Империя Был Один Я Пока Что Еще Не Разобрался Насчет Этого Но У У У нас Тут Смотрите У нас Здесь Проблемка В том Что Соотношение То у нас В принципе Равное Но Влияние Все равно У нас Меньше Чем У Прочих Вождей Да 47 Прочих 53 Да Вообще Сейчас Можно Всячески Попробовать Подгадить Им Да Например Подкуп Почему Бы Нет Давайте Яра Из Лобфурда Подкупим Чтоб Он Перешел На Нашу Сторону Чтоб У Нас Влияние Больше Было Так И Делаем Следующий Ход Да Пока Что Я Насчет Внутреннего Хозяйства Уже Полностью Распределил Ресурсы Поэтому В принципе Нам Сейчас Деньги Можно На Мирное Развитие И Не Тратить Сосредоточиться Только На Милитаризации И Изучение Технологии То Что Нам Сейчас Нужнее Всего Нанять Следующего Агента Я думаю Мы его Наймем Мы его Наймем Но Да В принципе Можно Почему бы И нет Давайте Даже Сколько Мы Сейчас Можем Двух Да Давайте Тогда Наймем В Аксулкалисе Одного Так Вот Военная Разведка Пусть У нас Пень Как бы Незабавно Это звучало Но Пень Так И Давайте Сразу Ему Дадим Что У нас Мы Ему Дадим Шанс Критического Успеха Да В Крит И Во Что У нас Тут Во Авторитет Да Качаем Так Что Ещё 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 Его Можно Прокачать Так Ну Ты у нас Чисто Будешь Таким Разведательным Шпионом Да Разведывать Территорию Поэтому Мы Тебя Тебя Ещё В Хитрость Прокачаем Мы Отправим В Тыл Ну Точнее Во фрон Да К скифам Посмотрим Какие тут Силы У скифов Да В непосредственной Близости К нашим Землям Да Находятся И Ещё Также Меня Интересует Какие тут Всё-таки Силы Сосредоточены В Кории Например Да В Медлане Я думаю Поэтому Надо Выстрел Также Нанять Ещё Одного Шпиона О Вот Это У нас Вообще Хороший Шпион Тут Смотрите Дикто Стимуляции Торговли Но Это Такой Домашний Шпион Должен быть Поэтому Нанимаем Акасагаса Всё Он У нас Также Пойдёт Позже Так Всё Ладно Шпиков Мы Построили Будем Изучать Противника Предполагаемых Противников Да Тем временем Высылаем Высылаем Свет Белина Высылаем Сейчас Десантируем Американских Героев Я надеюсь На нас Не нападут Раньше Время Так Плюс Плюс К всему Когда мы Будем Осаждать Камаладун Мы Ещё В осаду Этих Гадов Возьмём Кстати Говоря Совсем Я осадное Дело Даже Не развивал Это Минус Вот После Нашей Технологии Многоязычие Да Которые Ещё Больше Порядок В нашей Земле Сделают Да И увеличение Налоговой Ставки Мы будем Уже Осадные Технологии Развивать Самый раз Я думаю Потому что Тут у нас Камаладун Камаладун Когда мы Будем Брать Город Со Стенами Всё Так Элдон Тоже Город Со Стенами Так Кстати Так Ивланов Вроде Бриганда Так И не Взяли Да Получается Ладно Тогда Мы Возьмём Их Сами Ну Вот так Вот Довольно Плавно Получается Поле Боя Переходят В Британию Собственно Говоря Боя Британия Что может быть Романтичнее Так Давайте Посмотрим Ещё Вообще Как нам Относится По большей части Знаете Сдержанно К нейтрально Конечно Сдержанно Нейтрально Ну Вот Конечно Скифы Да Франко Это Дак Дакиски Дак Фракиская Конфедерация Да И Эсты Конечно Уже Такой Красненькой Пеленой Простираются Зато Неплохие Отношения Населенными Внезапно О Кстати Говоря А Потави То теперь Афинский Друзья Мои Внезапно Вот Как оно Так Ну В принципе Пусть они Тут Передерутся Со всеми Мне Мне В принципе Не жалко Мне В принципе Совсем Не жалко Только Сейчас Посмотрим Насколько У нас Высокие Отношения Так Ну С Дак Фракисами Просто Недружественные С С С Что у нас Тоже Недружественные Но Минус Побольше Опять же Они Порицают Договоры Бывшие С Дак Фракис Конфедерации Да То что мы Договоры С ними Разорвали Ну Знаете Меня Меня И Так Устраивает Лишь бы Отношения Дальше Не ухудшались И Они Бы На нас Не лезли Так С Нервами В принципе О Слушайте Нехорошо Так Ну Что В принципе Уже На следующем Ходу Как я Вижу Мы Сможем Атаковать Камуладун Так Образован Протекторат Афины Спарта Получается Спарта Теперь Протекторат Афин Кто бы Кто бы Ожидал Да Ох И Бриганты Все таки Смогли Фигарить Эвланом Ожидаемым Но я думал Они это сделают Еще на следующем Ходу Точнее На прошлом Ходу Итак Ну а сейчас По моему Самое время Настало Взять в осаду Камуладун Так Тем более Что у нас Все для этого Есть Ну и Свет Берин На ваш Выход Объявляем Войну Но Конечно Мы еще С бригантами Воевать Будем В этом Случае Так Ну у Бригантов Как я Смотрю В принципе На Я думаю Нам хватит Зеленок Валить И И ценам И бригантам Я на это Надеюсь Посмотрим Что Думлоны На это Скажут Короче говоря Объявляем Да Так Продолжаем Осаду Так И Своих Подтягиваем Так И еще Закрываем им Проход С моря Да Чтобы они Тоже Страдали Так Друзья К сожалению Нам сейчас Придется Армию Американских Героев Отвести По той причине Что Почему-то У меня Фрезы Начинаются Жуткие Не знаю Почему Но Попробуем Сейчас взять Одной армии И флотом Возможно Нагрузка На проц Идет Большая Я Не знаю В чем Причина Но Проблемы Есть Поэтому Попробуем Одной армией Одним флотом Это все Провернуть Провернуть Эту гребаную Сделочку Поперли Так Попробуем Атаковать С этой стороны Конечно Здесь Много Башен Но Зато Прям Будет Прямой Путь Прямой Путь До Главной Точки Победы Великий Дуб Так Перед этим Еще Так Где у нас Тут Баллисты Надо Тут Все Разнести К чертовой Матери Так И давайте Вот эти Ребята Займутся Башенкой Башенкой Так Пламенный Снаряд Сразу Им делаем Так Вторые Ребята Займутся Стеночкой Пусть Они Пробьют Эту Стеночку Так Плюс Ко всему Наши Морячки Пусть Займутся Флотом Блин Только Эти Гады Уже Сразу Приплывут Печалька Конечно Но Что Поделать Ладно Так Тем временем Обстрел Уже Идет Просто Как я Говорю Я Уже Сейчас Пробовал До Этого Играть Да Делать Осаду Двумя Армиями Сразу Полными Но Почему Почему У меня Фрезы Начались Если Кто Помнит Такие Фрезы Как Были И В Осаде Бора Когда Мы Играли За Карфаген Какая Там Серия По Отсчет Не Помню Но Короче Говоря Неприятный Элемент Неприятный Момент К сожалению Поэтому В Пол Силы Да Е Мое Че Такие Кривые Башенку Сбиваем Ребят Башенку Ну Благо Сейчас Я Не Вижу Каких Фрезов У Нас С Вами Так А Флотик Сейчас Можем Тяжелыми Всадниками Наказать Так 28 Так Ну Конечно Они Поточнее Стреляют Но Зарядов Дольше Приходится Использовать Ждем 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 46 Уже Процент Нормуль Ну да Фрезов Сейчас Нету Это Меня Конечно Радует Так Всем временем Парни Парни Английские Сейчас Будут Высаживаться И наш Конец Будет Уже Ждать Ну Сейчас Мы еще Копейщиков Подрядим Сюда Так 73 Отлично Стяночка Уже Рушится Это Это Очень Хорошо Пока Одновременно Можно Патролить Нашими Прачниками Да Этот Сброд Бритских Прачников Патролить Нашими Кельтскими 86 Отлично 75 Замечательно Опа Ничего Приятного Приземления Вам Уроды Так Обстреливаем Обстреливаем Не стесняемся На патроны Так С вами Все Понятно Судари Давайте Еще Вот Это Вот Сюда Вас Так Что Здесь 75 Ну Давайте Так Короче Можно Уже И Пехоту Посылать Штурмовать Это Все Непотребство Так Ну Они Тут Ребят Под нашим Прессингом Короче Наш Прессингуют Ребята Не стреляют Да и Огонь На них Ведется Постоянный Так А мы Ждем Ждем Пока Десантируются Вот эти Уроды Давай 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 Тут У нас Кто Налетчики А Ну Крестьяне Новобранцы Две Две Штуки Ждем Надеемся И Верим Так Все Башенку Снесли И Это Хорошо Теперь Пришло Время Взрывного Снаряда Так Так А че Вы тут Стоите Как Непрекай Так Ладно Давайте Еще Туда А Все Ребята Закончились Патроны Снаряды Закончились К сожалению Все Замечательно Так Отлично Продолжаем Нападать Копейщики Здесь Себя Зарекомендуют Так И крестьян Мы сейчас Поимеем Всех Мы Поимеем Я думаю Так Че У нас Тут Главное Чтоб Свои Не Попали Под Удар Так Отряд Мечников Стоит Тут Одинокий Непрекайный Так Ну че Короче говоря Вот эти Осадные Орудия Лестницы Нам больше Так же Не нужны Посылаем В догонку Своих Все Это был Последний Последние Наши Снаряды И Сейчас Начнется Мясо Сейчас Мы будем Свидетелями Того Как Бои Будут Просто Вообще Идти Всех На своем Пути Уничтожать Уже Наши Ребята Заколены В боях Просто Будет Непотребство И смерть И кровь Так Наш Потихоньку Подходит Ну вот И ладненько Вот и хорошо Так Что там Наши прачники Давайте Усиливаем Темп Валим Преимущественно Вот этих Ребят Так Сейчас Нашего полководца Питание Объявляется Открытым Так Пусть Произваться Наши Куанецу Дорогу Конец Дорогу Конец Твою мать Да Пока Что Наш Генерал Не обладает Какими Серьезными Умениями Но Это Только Пока Внешне У него Еще Все Впереди Так Ну а здесь Конечно Блин Мечники Сопротивляются Яро Сопротивляются Что-то Никак Мы не можем Пробить Их Ленью Обороны Но Это Также Обусловливается Еще и Тем Что Добавили Дополнительной Морали Здесь Ребятам Ну Сейчас Значит Эту Уверенность Надо У них Сломать Отлично Уже Уже Кто-то Паникует Это Хороший Знак Это Знак Того Что Все У нас Получится Так Все Остались У нас Лишь Мечники Так Пока Что Мы Конницу Давайте Отправим Подальше Так Остались У нас Какие-то Крестьяне Новобранцы Которые Все Рано Тем Не Мене Стоят До Конца До Победы Ну В Этом Мясе Вообще Уже Все Смешалось Уберем Карту Нафиг Хо-хо-хо-хо-хо Так Копьем Копьем Голову Это Мощно Это Это Ничего Не Скажешь Конечно Да Еще Одному Паром Весок Прогрело Громантик Просто Ну А У У Боев Здесь Творится Натуральный Какой-то Боевой Рож Все радуются, потому что штурм получился, штурм удался. А, ну, плюс ко всему, опять же, они готовы еще с вами пилом стрелять. Блин, а ты от мечников, смотрите, прям один одинешенько стоит, как сражается. Но все-таки, как мы видим, они уже колеблются, значит, ребята уже скоро побегут. Так. Тем временем нам не стоит останавливаться, нам стоит идти дальше. Так, подводим, подводим ТВ. Нам надо добить оставшихся, а тут еще, тут еще очень много крестьян, тут еще очень много бомжей, которых так же стоит истребить нам с вами. Так-с. Оставляем один отряд на захват точки. Остальными идем дальше. Так, сзаднички обратно, обратно, обратно. Время не ждет, нападаем. Итак, первые на себя удары примут топорники, конечно. Стоп. Так, ну, хорошо, что мы сейчас особо быстро не шли, а то бы сейчас чардж бы на нас бы пошел. Так, где у нас тут? Давайте элитную каву позовем с собой. Так, и попробуем еще отрядами обойти с тылу. Так, плюс ко всему, мы еще и сейчас обернули в свою пользу башенку, она нам поможет. Да, довольно-таки интересный захват получился. Но, как мы видим, легкая кава это все-таки. Это вам все-таки незнатно конится, поэтому само собой, ребята, довольно-таки быстро слились. И тут, смотрите, вот какое-то, не знаю, явление перкина из-за что ли народу. Смотрите, что творится. Атакуем, атакуем, ребят. Так, и заходим сзади. Давайте, 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 давайте. Еще натиск. Все, уже и крестьяне коляблются. Короче говоря, идем дальше. Идем на следующий. Так, тяжелых всадников опять отводим обратно. Идем дальше. Не останавливаемся на этом. Так, а вот здесь сейчас самый, по-моему, тяжелый момент будет. Сразу две башни нас атакуют. И здесь, боюсь, будет очень продолжительный махач, очень продолжительная битва. Но благо, нам противостоят всего лишь какие-то, какие-то крестьяне, да, поэтому я думаю, сегодня победа будет за нами. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Какое же все-таки мясо, а? Да, британское мясо, твою мать. Тотал-вор в самом своем соку. Так, ну тут надо что-то придумать, как-то обойтись с другой стороны, что ли. Так, давайте так и сделаем. Так, благо башенки мы сейчас нейтрализовали, это очень хорошо. Хотя, в принципе, и потери с нашей стороны довольно-таки мизерные, да? Как мы видим. Ну, тем не менее, все очень красиво. Но надо, надо все-таки зайти сзади, попробовать. Так, где тут наши застрелы? Продолжаем мочить. Так, ну наши продвигаются тем временем, потихоньку. Это, это радует. Так, а теперь зайдем вам с тылу. Ну, даже, даже без потерь у нас, ребята. Пламенные ребята вообще без потерь просто. Да, конечно, желательно было бы перестроиться сразу клином, да? Ну и так сойдет. Дайте еще безумные натиски. И чтоб, ребята, вообще в стратосферу улетели просто. Так, где тут? Вы что тупите, а? О, господи. Что наши тупанули сразу. Так, ну уроды держатся. Все равно, тем не менее. Так, дубль два, попробуем. Ну, немного мы разрядили, все равно их строит. Так, давайте, давайте на второй заход. Какое же все-таки мясо, а? Давайте, ребят, давайте, 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 пробиваем их. Так, пробуем еще раз. В принципе, в случае чего мне этого гену даже потерять не жалко, потому что он еще не необработанный, скажем так. Блин, но крестьяне твердые, твердые, твою мать. Но самая жесть будет дальше. Тут у нас ветераны-всадники, блин. Так, и они, и они сейчас попрут на нас, да? А это не есть гуд. Так, правильно, правильно колеблитесь, правильно колеблитесь, давайте. Колеблитесь дальше. Во, во, отлично, отлично, отлично. Давайте, давайте, давайте. На следующих. На следующих пока есть такая возможность. Во, как только зашел генов в тыл, все, сразу все сломленные оказались. Вот это меня радует. Все. Так, все, пехоти мой путь освободили. Теперь идем... Все, последний рывок. Добиваем. Добиваем гаденыша. Так, нашего полководца обратненько, как всегда. Так, и тяжелых всадников также подальше. Пусть у нас основную скрипку доиграют уже пехоты. Хотя, конечно, ребята уже сильно измождены. Так, осталось лишь всадников ветеранов добить. А тут уже, вот, конечно, всадники ветераны, это намного серьезнее вещь. Так, а тут что? А тут одна конница, по сути, своей осталась. И отважная знать. Это вторые ублюдки, которые меня бесят. С отважной знатью сейчас я придумаю, что сделать. Мы, опять же, пошлем иммуназия, да, и тяжелых всадников в тыл. Плюс ко всему, опять же, здесь много копейщиков. Я думаю, проблем особо не будет. Копейщикам нашим везде врубим улучшения против конницы. Ну, и я думаю, их быстро арсифигарит на дрова. Давайте, они выдохлись. Они выдохлись больше, чем вы, ребята. Осталось немного, ждите. Просто ждите. Так, я думаю, самое время сейчас для обходного удара. Давайте, ребят, пошли. Хоть сколько много конного мяса просто. Вы бы, вы бы знали. Я сейчас даже боюсь представить, сколько уже прачники набили на на этом всем деле. Ну, как мы видим, уже все, ребята. Ребята вообще сломлены. Практически полностью. так, давайте, 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 валим, валим, валим. Все испугались, собственно говоря, остались одни у нас отважные знать. Ведь отважные ребята, которые, тем не менее, также заслуживают уничтожения. всячески нас задерживают. Так, сегодня врачам не на кого внимания, идем на самикосы. Идем на самикоса, сейчас в тыл ему еще вдарим. Так, сломлены, разбиты. Да это хорошо, что они сломлены и разбиты, только мне, мне на это абсолютно пофиг. Давайте, дайте, дайте, дайте. Проходим, 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 ребят, блин, не толпимся. Нам сейчас надо разбиться, амикоса. Че-то, че-то они увлеклись как-то. Да проходим, твою мать. Ну, че ж вы такие тупые-то, а? Че-то у них проблемы с свои поинтами, блин, явно. Отважные, знаете, явно не хочет подпадыхать. Очень она не хочет подпадыхать, но мы их заставим это сделать. Ну, тут уже и наши, конечно, тоже довольно-таки измучены. Куда вы идете, а? Давайте окружаем. Уже какая-то кляча просто вообще... У кляча нет сил атаковать. Это вот так это называется. Ну, все, вроде, дело пошло потихоньку. Урон есть, но в принципе, в целом довольно-таки неплохо. Так, ну, вот уже и саммик сколеблется. Скоро сам наделает штаны. Ребята потрясены, конечно. Но победа за нами. Это уже явно. Да, действительно, теперь битвы длятся дольше. И для меня, как для меня, то это гуд. Итак, собственно говоря, столицу и ценов мы с вами взяли. Одной лишь армии, то есть вторая у нас в целости и сохранности. Это очень большой плюс. Так, ну еще, бои сегодня закатят знатную пирушку и будут очень долго праздновать. Так, ну что, кому ладон мы все-таки захватили, да? Замечательно. Конечно же, мы его оккупируем. Хотя, ограбление целых 3500 за раз, представляете? Но меня больше радует именно долгосрочная перспектива. Что я, собственно говоря, и рассчитываю. Заодно Эммануэнти, да? Эммануэнти заодно сейчас заработал бесценную опыт. Так, и что у нас теперь есть? Так, атака ближнего боя у всех отрядов плюс 5. Я думаю, самое то будет народный герой у нас, да? И Эммануэнти у нас глава оппозиции. Поэтому я, конечно же, не могу допустить, чтобы у него было большое рвение или влияние. Он будет у нас обычным солдатиком. Так, ну что, это уже гуд. То есть мы армориканских героев армориканских героев сохранили. Они у нас вообще полностью в целости сохранность стали. Так, и смотрите, что у нас в камуладуне. Нам практически ничего не надо перестраивать. очень большой гуд. Так, единственное, чем... Так, нам тут солдат не нанять, да? новых. Точнее, нанять, но какое-то говно. Говно у нас какое-то нанимается, поэтому давайте, наверное, резервуар разрушим. Кхм-кхм. Так, да, разрушим резервуар, И построим здесь наш... наши казармы, наши чертоги. Так, и перед тем, как подумать, что делать дальше, давайте-ка, знаете, что сделаем. Ох-ох-ох-ох-ох. Кто у нас там на границе? Думоны. Так, с думонами тоже как-то не очень хорошие отношения, как я вижу. Да, и вот тут вот надо было на самом деле строить шпионов. Ну, давайте здесь построим... Давайте кого-нибудь... Так. Сановник, воитель. Вот давайте воителя. Какого-нибудь здесь сделаем. Так. Давайте это будет Дубня, воительница. И будем... Будем... Английским племенам вставлять палки в колеса потихонечку. Я думаю, это будет неплохой вариант. Так, ну что, Камуладун наш, и это первый шаг, первый шаг на захват Британии. Собственно говоря, британское вторжение теперь с захватом Камуладуна объявляется открытым, друзья мои. У нас, кстати, очень большой курс, 1105 он нам дает. Блин, я уже предвкушаю, предвкушаю, втираю руки, чтобы захватить все остальные области провинции здесь, в Британии. Ну что, друзья, сезон охоты объявлен открытым, дальше будет еще интереснее. Всем спасибо за просмотр и пока, до скорых встреч. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...